МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Властный крест сообщил, что бывший мэр Херсон Игорь Колыхаев, увезенный российскими силовиками в неизвестном направлении больше года назад, попал в российский список украинских военнопленных. Власти Латвии намерены выслать из страны более 3,5 тысяч граждан России, не ставших сдавать экзамен на знание латвического языка. Также сегодня. Это уже предупреждение, что если Грузия не получит статус каниката, никто не может выйти и протестовать. То есть если вы выйдете на протестное выступление, обвиняйте на себя. Накануне вынесения решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, грузинские власти обвинили ряд украинских силовиков в подготовке государственного переворота. Начну со срочных сообщений, которые стали приходить сегодня утром из Нагорного Карабаха. Азербайджанская артиллерия и беспилотники подвергли сегодня мощным обстрелам, контролируемые армянами Степанакерт и Аскеран. Баку заявляет, что огонь ведется исключительно по военным целям. В социальных сетях распространились видео попадания в предположительно зенитно-ракетный комплекс, а потом и в жилые кварталы Степанакерта. Власти Азербайджана также обвинили Армению и Карабах в подрыве автомобилей Государственного агентства автомобильных дорог и военного транспорта на минах во вторник. Утверждается, что в результате погибли и были ранены азербайджанские военные. Российские миротворцы, которым поручено сохранение режима перемирия в Карабахе, в ситуацию не вмешиваются. Обострение произошло почти сразу после того, как после длительной блокады в Нагорный Карабах с армянской и азербайджанской стороны стали прибывать конвои с продовольствием. Впрочем, на сегодняшнем брифинге в Москве после стандартных призывов к прекращению огня и после отрицания того факта, что Азербайджан заранее проинформировал Москву о планах своей военной операции, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обрушилась с критикой на Ереван, что тоже может быть косвенным объяснением случившегося. Нас не могут удовлетворять заявления властей Ереван о том, что их последний шаг, о котором я сказала, это и запуск процесса сертификации Римского статута МУС, и вот эти явно антироссийские контакты с киевским режимом и совместные учения с Соединенными Штатами никак не затрагивают отношения Армении с Россией. Теперь Вашингтон сказал, что затрагивают. Такого рода действия официальный Ереван подобными шагами создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем врожденной по отношению к России политики. Это была пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова. А в Украине атакам российских беспилотников минувшей ночью подверглись Львов, Херсон, Кривой Рог, Одесская, Хмельницкая и Николаевская области. Во Львове атака была самой длительной с начала полномасштабной войны в Украине. Вот что рассказывает мэр Львова Андрей Садовой. Во-первых, наши службы сработали, и несколько дронов было сбито. Но и осколки попадали, и были, конечно, попадания. Я могу только сказать, что уничтожено несколько складов, в том числе складов, где было продовольствие. Это очень трагично. Вы знаете, что Львов – город гражданский. У нас много гуманитарных складов, продовольственных складов. И эти нелюди по ним лупят. То есть делают то, что запрещено всеми конвенциями. Но для них это не имеет значения. Они много раз лупили – по детскому саду до этого, по жилым зданиям. Теперь взялись за продукты питания, за продовольственные склады. Вот такова реальная ситуация на данный момент. Все службы выехали достаточно оперативно, продолжается тушение пожаров. Были небольшие перекрытия движения, но общественный транспорт работает. Беда в том, что серьезные ранения получил молодой парень, 20 лет. Его госпитализировали, медики с ним работают. Но я думаю, организм молодой, так что выживет. Это был мэр города Львов Андрей Садовой. Увы, во Львове есть один погибший, его тело достали из-под завалов. В Херсоне смертельные ранения получил полицейский, попавший под артиллерийский обстрел. Обстрелу вчера подвергся и центр оккупированного Донецка. В первоначальных сообщениях говорилось, что реактивные снаряды попали в здание, где находится рабочий кабинет главы так называемой ДНР Дениса Пушилина. Но вот что сказал об этом обстреле Сергей Гармаш, украинский журналист, бывший представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по регулированию в Донбассе. Было попадание в здание, которое называют зданием главы так называемой ДНР. Хотя на самом деле, по моей информации и, собственно, широко известно в Донецке, глава ДНР оттуда выехал еще год назад после первого попадания в это здание. Это было 23 августа 2022 года. И после этого он уехал и находился в его кабинет в здании Донецкой железной дороги. И в ноябре опять же 22-го года было попадание туда, и он переехал в третье место. Поэтому то, что сейчас говорят о попадании в здании офиса главы ДНР, это не совсем, скажем, отвечает действительности. Хотя там какие-то службы остались, но самого Пушилина там уже давно нет. Это был украинский журналист, бывший представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по регулированию в Донбассе Сергей Гармаш. Добавлю, что газета New York Times опубликовала сегодня свое расследование, согласно выводам которого в рынок в городе Константиновка в Донецкой области попала ракета, выпущенная украинскими военными. Аналогичные выводы ранее сделали эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team. В публикации New York Times говорится, что попадание ракеты в результате которого погибли не менее 16 и были ранены более 20 человек стало, по-видимому, следствием трагической ошибки экипажа установки, запустившей ракету или сбоем в работе электронной системы наведения. Журналисты New York Times также подчеркивают, что российские войска многократно намеренно обстреливали гражданские объекты в Украине. Сегодня состоялось очередное заседание группы стран-союзниц Украины, известной как Формат Рамштайн. Сообщается, что вооруженные силы Украины получат партии танков от Норвегии, Дании и США, включая американские танки Абрамс. А президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и на заседании Совета Безопасности. Планируются также его переговоры в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. О подробностях этой поездки я буду рассказывать в следующих выпусках, а пока еще об одной теме, связанной с ситуацией в Украине. Международный комитет Красного Креста подтвердил, что мэр украинского города Херсон Игорь Колыхаев, занимавший этот пост на момент российского вторжения в 2022 году, находится в плену. Колыхаев продолжал исполнять свои обязанности и после начала оккупации Херсона. Он неоднократно публично обращался к украинским властям с просьбой разъяснить, как действовать в условиях оккупации, чтобы не быть заподозренным в коллаборационизме. В июне прошлого года Колыхаев был увезен российскими военными в неизвестном направлении. Попадание в списке пленных может косвенно свидетельствовать о том, что Колыхаева готовят к обмену. Вот что рассказывает его сын Святослав Колыхаев. Он исполнял свой государственный долг, исполнял то, ради чего и почему выбрали его избиратели, избрали люди и оставался, я бы сказал, примером для остальных людей, которые были в городе, примером украинской державности и примером, наверное, нерушимости и каким-то, может, стимулом сохранять хоть какое-то малейшее спокойствие. Для этого я оставался. Понимал, что может произойти то, что в итоге произошло. Он принимал эти риски, но продолжал находиться, продолжал исполнять свои обязанности, управлять городом, насколько мог. Я думаю, что варианты выехать были, насколько они были реальными, мне трудно говорить. Но я думаю, что в таком случае ему бы украинская сторона должна была бы в этом помочь. Задержали его на рабочем месте вместе с другими работниками горосполкома. Задержание происходило в таком формате, что просто приехал автобус с военными в масках, и их без всяких обвинений, каких-то дел забрали в автобус и увезли в неизвестном направлении. Потом мы узнали, что их повезли в следственный изолятор временного содержания. Почему работал три месяца, а потом задержали? Знаете, мне сложно сказать. Мое мнение, я думаю, что они все-таки рассчитывали, что он, наверное, будет работать с ними, останется с ними и поддержит их. Поэтому они не пошли сразу на эти радикальные меры. Международный комитет Красного Креста подтвердил его наличие в списках военнопленных. То есть подробности состояния его здоровья или местонахождения российская сторона не уточнила. Я связывался с Красным Крестом, и мне объяснили, что на практике они часто заносят гражданских в список военнопленных. Была пометка в этих списках, то, что находится на территории Российской Федерации. Про форму обмена, про варианты, про сроки ничего не известно. У меня нет такой информации. Это был сын бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева, Святослав Колыхаев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. Теперь о другом обмене. Обмене заключенными, которые провели Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Катара. Иран освободил пятерых американских граждан в обмен на освобождение пятерых иранцев, отбывавших заключение в США, и на разморозку шести миллиардов долларов, принадлежащих Ирану. О дискуссии в Америке по поводу этого обмена рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. Об условиях заключенной сделки стало известно на прошлой неделе. Критики администрации Байдена обвинили ее в том, что она поощряет враждебные режимы к незаконному задержанию еще большего числа американцев. На эти обвинения ответил представитель Совета национальной безопасности США Джон Керби. Я также хочу внести ясность. Это не какая-либо оплата. Это не выкуп. Это не доллары налогоплательщиков США, и мы не сняли ни одной из наших санкций в отношении Ирана. Иран не получит никакого смягчения санкций. Мы продолжим противодействовать нарушениям прав человека со стороны иранского режима. Мы продолжим противодействовать их дестабилизирующим действиям за рубежом, их поддержке терроризма, атакам на морское судоходство в Персидском заливе и продолжающейся поддержке войны России против Украины. Эти объяснения не удовлетворили журналистов. Я знаю, вы спорите с тем, что это выкуп. Многие критики этого соглашения говорят, что это именно так. Почему вы считаете, что в будущем это не побудит плохих акторов задерживать больше американцев? Плохим акторам, таким как Иран и мистер Путин в России, не нужны никакие стимулы, чтобы продолжать искать способы неправомерного задержания американцев. Это происходит уже очень давно, и мы должны принять тот факт, что это может повториться в будущем. Мы продолжаем советовать американцам не ездить в Иран, Россию и другие подобные места. Но объясните, почему это не выкуп? Я понимаю, что это не доллары американских налогоплательщиков, но это 6 миллиардов долларов, которые были заморожены и не были доступны для использования иранцами ни в какой форме. Эти 6 миллиардов долларов могут быть направлены на гуманитарную помощь, но когда они будут разморожены, их можно будет потратить в других целях. Так чем же это не выкуп? Это не карт-бланш. Они не могут потратить их так, как хотят. Им придется подать запрос на вывод средств только в гуманитарных целях. И будет обеспечен достаточный надзор, чтобы убедиться, что запрос действителен и что он проходит через поставщиков, которым мы и катарцы можем доверять, которые действительно заключат надлежащим образом контракты на товары, медицинское оборудование, продукты питания. Бенефициаром этих средств будет иранский народ, а не режим. Режим не определяет конечный пункт назначения и не имеет к деньгам прямого доступа. Джон Керби еще раз подчеркнул, что режим санкций против Ирана остается в силе и даже ужесточается. Они по-прежнему поддерживают террористов, по-прежнему нападают на судоходство, поставляют русским беспилотники и оборудование для их производства. И за все это мы привлекаем и будем привлекать их к ответственности. Мы не только добавили санкции за то, как они обращались с протестующими, за продажу оружия России, но мы увеличили наше военное присутствие в регионе Персидского залива специально для борьбы с нападением на морское судоходство. У Ирана есть выбор. И если они и дальше решат проводить такого рода дестабилизирующую деятельность, мы продолжим использовать все имеющиеся в нашей власти рычаги, экономические и военные, чтобы противостоять этому и препятствовать их усилиям. О том, что операция по освобождению американцев завершена, сообщил в понедельник в Нью-Йорке госсекретарь США Энтони Блинкен. Я разговаривал с ними после того, как они приземлились в Дохе. Могу вам сказать, что это был эмоциональный разговор и для них, и для меня. В нашей повседневной работе иногда легко погрязнуть в абстракциях внешней политики и забыть о человеческом измерении. Но оно лежит в основе всего, что мы делаем. Сегодня свобода этих американцев, так долго несправедливо заключенных в тюрьму в Иране, означает некоторые довольно простые вещи. Это значит, что мужья и жены, отцы и дети, бабушки и внуки могут снова обнимать друг друга, снова видеться, снова быть друг с другом. Так что это день, за который я благодарен судьбе. Блинкен пообещал и впредь прилагать все усилия для освобождения незаконно задержанных или осужденных американцев. При нынешней администрации мы вернули домой 30 американцев из стран, где они были несправедливо задержаны. Эта работа будет продолжаться. Мы будем каждый день работать над тем, чтобы осложнять эту практику. Все большее бремя будет ложиться на те страны, которые этим занимаются. И в ближайшие дни вы увидите здесь, в Нью-Йорке, в Организации Объединенных Наций, наши усилия по сотрудничеству с другими странами, чтобы сделать именно это. Наконец, позвольте мне сказать, что в ходе всех этих усилий, в ходе работы, направленной на возвращение на родину американцев, президент Байден продемонстрировал, что он готов принимать трудные и сложные решения. У меня нет более высокого приоритета. У президента нет более высокого приоритета, чем обеспечить, чтобы американцы, несправедливо задержанные где-либо, могли вернуться домой. В тот же день освобожденные американцы вылетели в США. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Служба государственной безопасности Грузии СГБ обвинила ряд высокопоставленных украинских силовиков грузинского происхождения в подготовке в Грузии государственного переворота. Тем не менее, СГБ пока не возбудило ни одного уголовного дела, а оппозиция считает эти обвинения попыткой подавить в зародыши возможные протесты в связи с отказом Европейского Союза предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Этот отказ сейчас выглядит почти неизбежным. Из Грузии передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Согласно заявлению Службы государственной безопасности на польско-украинской границе некие молодые люди из Грузии проходят подготовку под руководством специалистов по организации революции из хорошо известной сербской группы «Отпор», в свое время внесшая значительный вклад в свержение президента Сербии Слободана Милошевича. По утверждению СГБ, в октябре, когда Европейская комиссия опубликует предварительный доклад о выполнении грузинским правительством 12 рекомендаций ЕС, ну или самое крайнее, в декабре, когда Брюссель, как ожидается, скажет окончательное «нет» попыткам Грузии получить вожделенный статус кандидата в члены ЕС, в Тбилиси и других городах планируется организовать массовые акции протеста под предлогом пророссийскости правящей партии «Грузинская мечта». Согласно предполагаемому сценарию, на центральном проспекте имени Руставели, где происходили все самые значимые события новейшей истории Грузии, будет разбит палаточный городок. Потом акция продолжится блокировкой важнейших правительственных зданий. Затем эти здания, включая парламент и резиденцию премьер-министра, захватят революционеры, а непосредственным толчком к государственному перевороту якобы станет взрыв в одной из палаток на Руставели, в результате чего погибнут люди и начнется беспорядочная стрельба между демонстрантами и полицией. Это была цитата. Инициаторами предполагаемого госпереворота СГБ называет заместителя главы военной разведки Украины Георгия Лордкипанидзе, командира грузинского легиона, воюющего в Украине против российских войск, Мамуку Мамулашвили, а также личного охранника Михаила Саакашвили, Михаила Батурина. Все фигуранты предполагаемого службой государственной безопасности переворота категорически отрицают версию, выдвинутую правоохранительными органами Грузии. Доктор политических наук, профессор Варшавского университета Вахтанг Маисая в беседе со мной резко отрицательно отозвался на заявление СГБ Грузии. Абсолютно я бы высосанный из пальцев этого прямо могу сказать. И это уже предупреждение, что если Грузия не получит статус каниката, никто не может выйти и протестовать. То есть, если вы выйдете на протестное выступление, пеняйте на себя. Латентная угроза в сторону тех людей, которые, естественно, не будут согласны для того, чтобы Грузия свернула с пути западной ориентации. Это во-первых. А во-вторых, ну, естественно, это для внутреннего пользования, для оболванивания, как говорится, или обдурманивания своих же избирателей. И, к сожалению, как говорится, в этом контексте они еще умудряются угрожать нашим садзинским партнерам Украине и Польше. Заявил профессор Майсайя. Основные оппозиционные силы, в первую очередь, единое национальное движение Михаила Саакашвили, никогда не скрывали, что в случае, если Европейский союз откажет Грузии в предоставлении статуса кандидата, вся ответственность будет возложена на правящую партию. И в стране начнутся мирные, ненасильственные акции протеста. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе недавнего визита в Тбилиси предупредил, Грузия выполнила лишь 3 из 12 рекомендаций ЕС. А в понедельник, в ходе встречи в Брюсселе, президент Европейского совета Шарль Мишель сказал грузинскому премьеру Ираклию Гарибашвили, что у правительства Грузии все еще есть время до окончательного решения. Георгий Кобыладзе для радио Свобода Тбилиси. Вы слушаете время свободы. Около 3600 проживающих в Латвии российских граждан получат на этой неделе официальное уведомление о необходимости покинуть страну в течение 90 дней, заявила глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе. Речь идет о тех гражданах, кто не записался на сдачу экзамена на знание латышского языка. Проживающие в Латвии граждане России должны были подтвердить знание этого языка до начала сентября. На прошлой неделе Сейм Латвии продлил срок подтверждения владения языком на два года, но объявил, что послабление касается только тех россиян, кто хотя бы попытался сдать экзамен. На линии телефонной связи из Риги наш корреспондент Мария Кугель. Совсем недавно были сообщения о том, что власти Латвии продлили на два года возможность сдать экзамен по латышскому языку для тех, кто претендует на постоянное пребывание в стране. Сейчас появляются сообщения о том, что Латвия собирается выслать 3600 российских граждан. Кого эта высылка коснется? Действительно, была названа цифра в 3600 человек, но правозащитники говорят, что их может быть до 5000. Это люди, которые не успели подать заявку на сдачу латышского языка. Уже сейчас должны приходить сообщения им о том, что они должны покинуть Латвию в течение 90 дней. Это решение у ДГМ миграционной службы Латвии можно оспорить, но сразу же после его вынесения они лишаются социальных и каких-то медицинских услуг, как люди без легального статуса. Большая часть этих людей прожила в Латвии всю жизнь или, скажем, несколько десятков лет. Большая часть из этих людей женщины, которые приняли российское гражданство после кризиса 2008 года, потому что это была единственная возможность как-то получить какие-то доходы, российскую пенсию, потому что в России женщины выходили на пенсию раньше, чем в Латвии. А в Латвии они лишились работы и по возрасту в общем-то им было достаточно трудно выйти на рынок труда. Но это люди, которые не захотели или не смогли записаться на этот экзамен, потому что в разных странах разная ситуация иногда сталкиваешься с тем, что просто невозможно записаться. Записаться было возможно, но проблема состояла в том, что среди них есть действительно тяжело больные люди, которых не касаются ограничения, потому что критерии очень строгие. Кроме того, постоянно меняющиеся правила вызвали большую неразбериху в каких-то низовых исполнительных учреждениях. И, например, учреждение, которое проводит экзамены, не получило заказные письма от некоторых людей о том, что они хотят сдать экзамены, заявку, несмотря на то, что почта докладывает, что эти письма доставлены. И множество таких бюрократических помех и неразберихи вызвало такие препятствия. А как-то объясняют латвийские власти, куда эти люди могут уехать? Латвийские власти говорят, что страна гражданства этих людей Россия, и что они могут уехать в Россию. И действительно, Россия выдает им при необходимости сразу же внутренние паспорта, есть такие прецеденты. Проблема в том, что людям некуда ехать. Они никогда не жили в России, у них нет в России близких. Среди этих людей есть пенсионеры, у которых вообще нет близких. Одинокие люди, совершенно не приспособленные к изменившейся действительности. Они просто, возможно, не могли подать заявку, потому что ничего не поняли. Некоторых людей ввели в заблуждение политики популисты, которые говорили подождите решение Конституционного суда. Коллективный иск, который подан в Конституционный суд, до сих пор не рассмотрен, и они проиграли. В случае, если эти люди просто откажутся уезжать, предусматривается их насильственное выдворение? Теоретически, да, предусматривается их насильственное выдворение в случае, если они не смогут оспорить решение миграционной службы. Действительно, этот вопрос обсуждался в Сейме. Как они будут выдворяться, каким способом, и пограничная служба уверяла главу ответственной комиссии Сейма в том, что технических возможностей у пограничной службы достаточно, и что процедура отработана. Я беседовал с корреспондентом Радио Свобода в Риге Марией Кугель. Ну и пара новостей напоследок, новостей спорта. Российский фигурист Петр Гуменник не смог на контрольных прокатах исполнить свою короткую программу под музыку немецкой группы «Рамштайн». И дело не в несоблюдении авторских прав, а в письме министру спорта Олегу Матыцыну, в котором говорится, что «Рамштайн это непатриотично». Автор письма, кстати, некий Евгений Картушин. Как выяснили журналисты, это администратор фан-клуба российской фигуристки Софьи Самоделкиной, которая со следующего сезона, вероятно, будет выступать за Казахстан. Российские фигуристы сейчас к международным соревнованиям из-за войны в Украине не допущены. А самый богатый клуб континентальной хоккейной лиги «СКА» из Петербурга потерпел в регулярном чемпионате пятое поражение подряд и занимает двадцатое место. Тренер «СКА» ранее говорил, что выстраивает систему, по которой будет играть команда и в соответствии с ней подбирает игроков. Вот нарезка из его выступления на пресс-конференции в январе. Состав СКА по сравнению с прошлым сезоном действительно сильно изменился. Многие бывшие игроки сейчас с особым удовольствием забивают бывшему клубу или блещут в играх с другими командами, тренер сетует на судейство, говорит о временных трудностях и о том, что весь сезон впереди. Это действительно так. И да, я забыл представить тренера. Это Роман Ротенберг, сын Бориса Ротенберга, ставшего миллиардером благодаря близкой дружбе с Владимиром Путиным. До назначения старшим тренером СКА Роман Ротенберг опыта тренерской работы с командами такого уровня не имел. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода.Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова